всем привет вы на канале мари бакс с вами диана и перед тем как смотреть это видео подпишись на мой канал поставь лайк не забудь про мой инстаграм и поставить колокольчик и да сегодняшнее видео на тему я рисую си из игры привет шарлотта мне очень просил друг запилить это видео и да он дождался спустя месяц сори братан поскольку у меня действительно не было времени на это и я не знала как этот видео запилить поскольку я хотела его запилить максимально смешным вне зависимости того что тема совсем не смешная мне еще друг набросал сюжет этой игры поскольку я не смотрела как ее проходит и кстати игра да в жанне новелла но я не смотрела ни у кого и поэтому я буду только пользоваться тем что мне рассказывал друг си это человек считающим себя божеством своей оболочки но в конце игры как оказывается это простой человек но если не дойти до конца а послушать си то как оказывается божество и я действительно не знаю как это потому что это блин глупо я считаю блин сценариста что вы курили действительно подскажите что вы курили мне действительно это интересно си не любит грязь и кровь он чистокровный выглядит благородная и говорит соответствующий конечно же шарлота находит его по пути к школе где его избивают ибо си очень слаб но конечно же не настолько слаб а еще его считают странным чудиком но шарлота проявляет к нему дружескую эмпатию и пытается с ним дружить хи говорил ей что это бесполезно но все-таки хи сдался и принял ее дружбу в итоге шарлотта узнала что он былое божество из мира на облаках где все белое чистое и недоторканное где нет такого слова гендерное неравенство и не идеал там каждый идеальный и этого не возразить семья у него отсутствует честно так много вопросов и так мало ответов у меня действительно есть вопрос почему у него семья отсутствует если какая-то к этому предыстория я действительно не знаю мне не рассказали и я конечно же не посмотрела не почитала просто я ленивая жопа и не надо мне об этом осуждать си имеет желтые глаза что уже явный признак необычности такое же самое есть и у шарлотты что замечаете и отводить ее в одно место кстати есть видео где я рисовала шарлотту и да поэтому переходи я ссылку внизу в описании оставлю посмотри тоже интересное видео ну и так чтобы вы понимали о чем вообще этот видос все отвел шарлотту через город в пустынное место где деревья чернющего цвета а воняет так как будто всю грязь собрали в одну кучу придя туда си показал яму и сказал посмотреть сперва она не поняла на что но присмотревшись она заметила житейских которых исключает из школ точнее тех кто подвергся исправлению но не выжил хотя говорят что все они выживают но просто уходит домой и тут все говорит честно какую-то херню ну действительно это не здорово короче шарлотта очень сильно напугалась и она отошла к дереву у которого уже стоял си разумеется и хи протянул ей руку сказал давай забудем все это боль обиды несчастье жизнь жалких людей короче смертных эту оболочку наше тело прошу я не боюсь этого делать сам да и ты мне самая близкая шарлотт давай вместе уйдем навсегда отсюда короче если так говорить то у него тупо суть голове и больше ничего короче заканчивается весь сюжет на том что хи достает таблетки которые используют для клинической ну вы поняли для чего чтобы не продолжать страдания пациента и тогда у нее есть выбор а у шарлотта есть выбор либо же вместе с ним уйти в другой мир либо же просто струсить и не пойти но если она откажется то си встает на колени и плачет спрашивая почему на что она легко отвечает я хочу чтобы ты жил и потом начинаются стражники школа и миру капец ну вот скриншоты данного чуда да я решила вам показать все таки что это за персонаж хотя я рисовала все таки по этим скринам и у меня вопрос чон так сильно похож на бабу мне действительно это интересует понимая я не особо умею рисовать мужчин но вот это просто объясните мне пожалуйста это просто мем этой новеллы все и даже не спрашивать ну вот я уже заканчиваю рисовать данный скетч между прочим мне даже очень понравился процесс рисования рисовала я на очень тонкой бумаге то есть это даже тоньше а4 не знаю но это действительно очень тонкая бумага и для того чтобы чернила все-таки использовать экономней то я решила использовать ее мне действительно нравится как получилось но я действительно вижу какие-то мои косяки и этого не избежать конечно же кстати мой любимый зеленый цвет маркерах это 175 и я его конечно же использовала для этого скетча фон я кстати забацала 77 маркер мы действительно прикольно получилось кстати вот сколько маркеров я использовала для данного скетча если вам интересно то запишите себе эти номера и попробуйте нарисовать если захотите и до видео подходит концу я надеюсь что тебе это видео понравилось и ты подпишешься на мой канал поставишь лайк этому видео не забудешь про мой инстаграм колокольчик и написать свой неистовый комментарий ну и всем пока пока